Забота о персонале, безопасности производства и условий труда в «Газпромдобыча на дым» всегда на первом месте. Для защиты удалённых промысловых объектов Баваненковского месторождения на Ямале создано нештатное аварийно-спасательное формирование. Два звена по 11 человек в каждом несут службу с учётом перевахтовки персонала. Спасатели готовы в любое время выполнить поставленные задачи. Право деятельности нештатного аварийно-спасательного формирования раз в три года подтверждает периодическая аттестация. В апреле 2019 года рабочая группа «Газпромдобыча на дым» проверила готовность первого звена НАСВ. На базе службы ведомственной пожарной охраны Ямальского ГПУ прошла тактика специальное учение. По сценарию чрезвычайная ситуация была спровоцирована аномально высокой температурой воздуха. Резкое таяние снега, ледовый затор на реке Сиеха вызвали затопление площадки газового промысла номер 2 и кустов газовых скважин Баваненковского месторождения. Из-за таяния вечной мерзлоты не выдержали сваи. Обрушилась часть здания входных ниток и входных сепараторов с порывом газопровода. В результате аварии пострадали два работника промысла. В этой ситуации объявляется общий сбор. Происходит развертывание сил и средств для выдвижения в район чрезвычайной ситуации. Группа готова к выполнению поисково-спасательных работ. Прошу разрешения на выдвижение колонны зоны аварии. В колонне 10 единиц техники. Максимальная скорость движения 30-40 км в час. Дистанция между машинами 25 метров. После проведения мониторинга загазованности спасатели приступают к поиску пострадавших. Спасатель один. На месте завала обнаружен один пострадавший. Принял. Все дела. Внимание группа. Просите поисково-спасательной работы. Для освобождения из-под завала пострадавшего спасатели используют все имеющиеся средства. С помощью разжима приподнимают плиту на необходимую для установки пневматической подушки высоту. Устанавливают под плиту пневматическую подушку и производят подъем плиты. Первый спасатель при помощи челюстных ножниц обрезает арматуру. Второй, образивно-отрезным устройством, удаляет выступающую арматуру. Анализ неотъемлемая часть учений. По выводам рабочей группы «Газпромдобыча на дым», первое аварийно-спасательное звено соответствует обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации аварийно-спасательного формирования и готова к оперативному реагированию на чрезвычайной ситуации и проведению работ по их ликвидации. Коллеги, сегодня мы провели тактику специального учения. Цель учений достигнута. Общая оценка удовлетворительна. Для проведения аттестации второго звена нештатного аварийно-спасательного формирования на Баваненково прибыла комиссия Минэнерго России. Первым делом спасатели продемонстрировали свою физическую подготовку, сдали три контрольных норматива на скорость, силу и выносливость. А главным пунктом программы стало командно-штабное учение. При получении сигнала об аварии объявляется сбор группировки сил и средств немальского ГПУ и филиалов «Газпромдобыча надым», дислоцируемых на полуострове Ямал. Руководитель медицинского поста первой врачебной помощи Овчинникова Лариса Алексеевна прибыла по сигналу сбор. Боя начальник штаба, начальник нештатного аварийно-спасательного формирования Яремин прибыл к месту сбора. Построение на фасаде здания для получения общей команды к маршруту. После постановки задачи происходит развертывание сил и средств, и свино выдвигается в район чрезвычайной ситуации. Главное найти и извлечь из-под завала пострадавших, а после эвакуации людей ликвидировать завал. Поступает новая вводная, работы проводятся ночью. Спасатели готовы и к этому. В районе аварии они устанавливают световую башню. Все эти тренировки проводятся для того, чтобы применить свои умения в случае необходимости в реальной жизни. Действовали очень слаженно, быстро. По вводным, которые вам были дополнительно к вашей учению, нами объявлены, справились. Поэтому будем предлагать администрационной комиссии вас аттестовать на право ведения поисково-спасательных работ. Поэтому большое спасибо за подготовку, за практические действия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!